денис приветствую тебя привет всем наша традиционная встреча как и всегда по расписанию обсуждаем рынки технически фундаментально смотрим за самыми интересными перспективными инструментами и друзья конечно же подсказываем вам как и что можно использовать здесь сейчас что стоит отметить то что наверное рынок сейчас ну почти безидейный да на нем есть глобальная идея того что что-то должно произойти когда фрс берется на следующей неделе и примет решение по ключевой процентной ставки но до следующей недели еще сегодняшняя торговая сессия завтрашняя когда нет устойчивых макроэкономических отчетов а вот сначала следующей недели там сразу данные по инфляции перед заседанием федрезерва которые начнут раскачивать волатильность поэтому заранее друзья поскольку мы следующий эфир с денисом проведем уже по горячим следам федрезерва а в четверг будет о чем поговорить но заранее мы рекомендуем обязательно еще раз пробежаться по теоретическим основам того чтобы риск меньше соблюдать эти правила принципиально контролировать риски не перегибать с плечами потому что не нужно особенно тогда когда ожидаются мощные движения то касается сегодняшних идей на которые можно посмотреть я предлагаю коснуться индекса доллара прошлый раз мы с тобой также разбирали ситуацию с британской валюты тоже можем приближаться посмотреть изменилась но и многих интересует золото именно что с этим инструментом может произойти дальше поэтому если у тебя есть какие-то интересные уровни денис будем рады и я в том числе все посмотреть на них послушать и ознакомиться с твоей точкой зрения давайте начнем с 1 доллара у меня там график открыт проекционный первый инструмент на который один самый большой акцент так секундочку индекс американская валюты консолидируется в районе 104 пунктов на своих брифингах я уже говорил что скорее всего до начала следующей недели ситуации уже не изменится потому что сейчас многим нужен дополнительный триггер многие просто не хотят ничего делать перед выходом важных событий новостей боясь попасть в просак и совершить какую-то неоправданную необдуманную сделку но мы все-таки с тобой всегда смотрим на средний как минимум средняя долгосрока иногда с учетом хороших уровней ты подсвечиваешь каркасрочные сделки но я все-таки с прицелом на более растянут такую перспективу торговли поэтому друзья говорю вот то что есть здесь сейчас то что горьет заседание американского регулятора не значит то что я прям изменю свою точку зрения при определенном развитии событий нет я почти уверен то что фрс все же на текущем этапе имеет куда больше оснований сохранить статус-кво не тащить ставку еще выше потому что на мой взгляд это лишь дополнительные проблемы и трудности для американской экономики на перспективу тем более что есть конечно же дополнительные сигналы указывающих на то что темпы роста американской экономики потихонечку идут на спад что в конечном счете может снова вернуть на рынке разговоры о том а что если этот спад будет на протяжении нескольких кварталов подряд со всеми вытекающими последствиями в виде рецессии такой негатив связан с публикацией данных по айсэм производства сектора сферы услуга по цифрам сейчас наверно не буду говорить не имеет значения просто на тенденции нисходящие а это очень важные показатели а в целом состоянии экономики да и даже рынок труда который был опубликован статистикам фарм перлоса чуть больше недели этим данным а привычки точнее количество рабочих мест до показатель замечательных хорошие но более глубокий анализ этого отчета в виде динамики там темпа просто заработных плат уровня безработицы все же даже производительность труда все индикаторы прочее указывают на то что рынок труда не в таком идеальном состоянии как может показаться есть инструмент фэд-вотча которому знают все это оценка вероятности повышения процентной ставки на ближайших заседаниях ты во время прошлого эфира даже демонстрацию устраивал рабочего стола и показывал как там меняются настроение очень интересно мы начали неделю эту когда вероятность повышения ставки было 18 процентов то есть это все опять же реакция рынка на последний слабый макроэкономический отсчет и все сомневались в том будет ли еще одно повышение ставки сейчас и буквально за неделю скажем так как даже меньше до заседания к дизе ругает с повышение ставки 33 процента я считаю что это ниже 50 и соответственно для меня 30 процента это все-таки сигнал а придерживаться позиции того что федеризер не повысит ключевую процентную ставку поэтому в отношении индекса доллара я по-прежнему сторонник что выше вот прям текущих значений вот диапазон 104 104 50 мы наверное вряд ли идем таком новостном фоне и лучше ожидать дальнейшего снижения чем я не сомневаюсь при определенном раскладе на итогах заседания федеризер так британская валюта этот инструмент на мой взгляд одним из самых интересных является потому что все ждут теперь заседание банка англии который состоится 22 июня но практически скоро и почему сейчас это интерес к заседанию банка англии выше чем был неделю назад потому что еще неделю назад из-за высокой инфляции мы были почти уверены что ставка будет повышена на 25 байсных пунктов или даже на 50 байсных пунктов сейчас когда на днях состоялось заседание резервного банка австралии заседание банка канады они подняли процентную ставку на 25 байсных пунктов когда не должны были этого сделать это стало неожиданностью для участников рынка я думаю что еще больше уверенности у трейдеров в том что банк англии точно пойдет дальше все потому что в отличие от других стран проблему с инфляцией в обязательном порядке в первую очередь нужно решать план потому что в других странах инфляция 456 ну максимум 7 процентов в англии она 87 процентов это самый высокий показатель разумеется среди разных стран и я думаю что без каких-то дополнительных усилий и действий мер со стороны британского регулятора это инфляция так и останется неконтролируемо высокой нужно вмешиваться поэтому я прям за идею что 22 июня ставку поднимут на 50 байсных пунктов как минимум поэтому заранее фонд хочется потенциально прокатиться на этом восходящем движении текущих 2 124 50 рекомендую рисковать брать с текущих значений с целями 126 127 так и что касается золота по золоту 1945 долларов за то есть консу я уже две недели даже чуть больше поисках идеальной точки входа для покупки я не рассматриваю short хотя понимаю что сейчас есть высокая вероятность того что золото может обновить локальные минимум для меня главный чем как бы аргумента пользу развития нисходящей динамики это рыночный сантимент сейчас почти 75 процентов трейдеров ну там даже точно скажем 70 процентов трейдеров золото покупают и золото идет против толпы пока он позиционное движение на рынке не изменится наверное еще будет рано покупать золото но я очень надеюсь то что эти настроения поменяются еще до заседания американского регулятора потому что хочется перед заседанием фидрезерва где на мой взгляд ставку оставить на прежнем уровне закупиться золотом и потенциально прокатиться на вот этом ожидаемом росте поэтому я те кто тем кто хочет найти тоже точку входа по золоту я рекомендую подождать до начала следующей недели и перед выходом данных по инфляции а точнее даже так после выхода данных по инфляции после реакции золота на этот отсчет уже искать точку входа отталкиваться какого-то технического уровня но все-таки присматриваться к золоту как инструменту который стоит купить пока что вне рынка и ни слова тебе так меня уже должно быть видно видно отлично значит по поводу ставки значит я вчера как раз просматривал аналитику от ведущих инвест домов то есть это и без это дойче банк и джи пи морган и морган стэнли они как раз ожидают что в июне то есть в следующую среду 14 числа фрс ставку не повысит но при этом на 25 базисных пунктов то есть но 25 процента нее повысят в июле вот такой интересный расклад если честно не сомневаюсь что будет вообще какое-то повышение ставки вообще но мало ли в принципе тут как ты уже говорил на фидвотчера постоянно плавающие ожидания но тем не менее вот вчера именно такой инфо мне попалось это публиковал тоже у себя в канале поэтому я не думаю что будет серьезно прям движение у нас в следующую среду скорее вот на пресс-конференции если все-таки объявить что фрс по-прежнему остается приверженцем повышения ставки то есть агрессивной борьбы с рыночной инфляцией то тогда все таки это повлияет на скорее укрепление индекса доллара поэтому я от этого исхожу вот своих умозаключениях по анализу в прошлый раз мы с тобой как раз эти инструменты просматривали фунт в том числе вообще получилась такая любопытная ситуация он и продолжил в то же время коррекцию вверх но и при этом и пролетел очень хорошо вниз сейчас фактически на те же уровнях с которых стартовал на прошлой неделе вот как раз во время нашего с тобой брифинга поэтому глядя вот чисто на техническую картину у нас есть по-прежнему такого крупное глобальное перепозиционирование вниз при этом вчера цена очень красиво сделала выброс вверх тест зоны продавцов при этом каких-то серьезных прям крупных объемов здесь не было но он такой небольшой перекос все-таки верхней части у вас свечи был это по футпринту видно и в целом я все-таки ожидаю продолжение снижения вниз вот но это именно в локальном плане то есть я глобально сейчас ничего об этом не говорю но в локальном плане глядя также на опцион у меня все-таки больше приоритетность именно на такое снижение потому что вот этот импульс который был сделан как раз в конце прошлой недели вот он гораздо больше как как по мне лично указывает на то что у нас перекрыты были основные объемы которых стартовали вверх и все-таки продавцы пока все еще сильны вот я предварительно в такую канал накинул естественно еще пока нет условий для его формирования но в перспективе могут появиться это если цена все-таки пролетит сниже так что как минимум хотя бы на ретестом 123 приблизительно к этим уровням к 1 2 маржинальной зонке цена может еще прийти вполне возможно такие шансы есть по поводу индекса доллара здесь у меня абсолютно ничего не менялась вот тот же анализ который мы делали еще в прошлый четверг то есть сейчас небольшая локальная консолидация внутри происходит на четырехчасовом графике здесь практически ничего интересного нету цена вернулась в зону накопления и если такой сценарий сохранится есть вся шанс потому что он сохранится то у нас продолжение восходящего движения по индексу доллара состоится потому что у нас текущих как по мне не совсем разумно делать разворот там нету практически на данный момент никаких серьезных условий для этого нужен импульсный пробой от этого всего локального накопления вниз то есть если полностью весь этот диапазон пробьют ниже тогда да тогда могут из текущих пока этого нету то приоритет на т.с. верхней зоны в район там 105 с половиной плюс минус нас по-прежнему сохраняется и что касается золото значит здесь по золоту я не вижу честно перспектив на которых она бы росло дело в том что буквально вчера начали заливать достаточно интересную ценную конструкцию которая заключается в том что выгодно будет покупать именно в тот момент когда цена достигнет уровня примерно в районе 1900 то есть если мы посмотрим более крупном масштабе то увидим что у нас во первых исторический тест исторических максимумов проходил еще в начале мая месяца при этом импульс вниз полностью перекрыл весь предыдущий сегмент который формировался несколько месяцев и при этом сейчас локально да у нас нет никаких там прям серьезных тенденций но могут сделать внутренний отскок как видел локальной коррекции и после этого такой добой вниз потому что петский по технике и больше по опционам все-таки приоритетность на снижение если здесь хотели сделать хороший рост то после у такого локального перекрытия вверх здесь она как раз было сделано у нас вот левая часть сегмента вот здесь у нас находится при этом вот она при этом был сделан выброс ниже возврат полный вверх причем с перекрытием всего прошлого сегмента но при этом опять вернулись вниз так что такая комбинация чаще всего означает что покупатель пока еще слабы да и плюс ко всему основные объемы здесь заливаются именно в момент проталкивания ниже то есть если такое проталкивание ниже у нас сохранится то я не вижу просто честно другого варианта кроме как тест локальной зоны накопления и движения вниз тем более когда был сделан вот такой выброс вверх на этой неделе как раз 5 5 числа когда понедельник торговля только началась у нас огромный просто footprint вот он перекос находился в самой верхушке данной свечи цена потом флотила 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 там чуть-чуть выброс сделала выше и вчера вот таким импульсом снова продавили вниз вот так что я пока все-таки локально буду придерживаться тех же взглядов и по золоту и по фунту ну и соответственно в противовес то есть индекс доллара на как минимум локальный добавь вверх а вот потом уже только после этого действительно в более глобальном плане уже полноценная разворотка ну мне кажется что это где-то в июле наступит вряд ли это будет июнь но опять-таки не более чем предположение но скорее всего это будет уже в июле месяце на следующем заседании фрс сша и не спасибо тебе за рекомендации остается только следить смотреть еще раз напомню что два важных отчета один важный релиз это данные по инфляции будут предварять заседание американского регулятора а в следующую среду поэтому на рынках будет жарко четверг когда мы с денисом снова вернемся к анализу рынка точно котировки будто совершенно других уровней нежели чем сейчас мы конечно для вас снова проведем анализ посмотрим и возможно через неделю наша точка зрения совпадет поэтому вам будет проще принимать торговые решения по горячим следам точно да спасибо те что смог найти время подключиться обсудить со мной рынке всегда интересно высушить точку зрения тебе тоже хорошего закрытия недели хороших выходных и до следующей встречи пока спасибо артем тебе тоже замечательных выходных и до следующего четверга там будут я думаю весело нам спасибо пока всем пока пока